Я не верю, наконец-то это случилось Нам принесли еду в качестве подарка Второй раз за программу За все время, сколько выходит в эфир программы Второй раз нам принесли еду Носите нам еду вообще, мы любим еду Удовлетворенный сотрудник Хороший сотрудник Сытый сотрудник, это удовлетворенный сотрудник Поэтому Работаем за еду Work for food, как говорится, работаем за еду Я за денежки хотел А денежки под расчет Хотел всегда в Чехию А я была Поэтому Прага И Прагу тоже не может Когда и в музей не поставишь И съест один вилющий всего лишь Я все съем У меня плюс 3, мне уже все равно Итак, Петр Павлович Ты же знаешь, что вначале мы должны Испытать тебя, готов ли Учитывая то, что ты сейчас наш директор Это единственный шанс Постолько, поскольку Мы очень часто в своей работе А в нашей программе Особенно, когда Петр Павлович К нам приходит Просим его только об одном Итак, Петр Павлович Сделай вид Ты подписываешь нам премию Пожалуйста Мы поверим тебе Вот тебе бумажка Не смотри на меня Смотри на премию Нет, я смотрю на тебя На твои бессовестные глазенки Я понимаю, что не будет у нас никакой премии Ты тортиком не размахивай И вдруг упадет Ладно, пока он невидимые документы подписывает Хотя бы есть еда Хотя бы есть еда Невидимую премию Песков о Путине Отмена бесплатных обедов В саровских школах И кражи телефонных номеров О чем говорит город Говорим И мы обсуждаем самые интересные На наш взгляд События последних дней В эфире соседский вайфай В студии Кирилл Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Поехали Кирилл, чем тебе запомнилась ушедшая неделя? Самое забавное, как мне показалось Это было интервью, которое взяли у Дмитрия Пескова Это пресс-секретарь Владимира Путина Да, да, да Это тот самый, про который сам Путин сказал Что вон Песков сидит напротив Мой пресс-секретарь Он несет иногда такую пургу Я смотрю по телевизору и думаю Что он там рассказывает? Кто ему это поручил, да? Да, да, да И вот этот и пургу погнал В интервью Да, отвечал на вопросы журналистов Причем отвечал их не про себя А про работу дателя Просто, собственно, про своего Там было несколько знаменательных моментов Да, я, кстати, выписала ряд цитат И про пургу в том числе тоже Надо сказать, что у товарища Пескова Видимо, с самой иронии все хорошо Он говорит, давайте не забывать, что я человек Который официально несет пургу Чтобы застраховать себя от проколов У пресс-секретаря есть только один выход Молчать, но зачем тогда нужен пресс-секретарь? Ну, наверное, в этом есть доля правды Потому что все мы ошибаемся И мы ошибаемся, как журналисты Все прокалываются И вот такое ощущение, что есть люди, которые прямо сидят и ждут Вот сейчас человек какую-нибудь фигню скажет Облажается, и мы его заклюем Представляешься, вот это же вот Песков, это человек, который столько всего знает Про то, как в стране все устроено на самом деле Не так, как нам рассказывает СМИ Ну, он же с Путиным с самого начала Ну да То есть практически 20 лет Такой верный адъютант Его величества Блин, нет, я сейчас просто подумал о том Что действительно, представляешь Вот мы сидим такие вот дома перед телевизором Нам тот же Песков из телека вещает Что тра-та-та, все хорошо Вот как вот он снимает галстук домой приходит Говорит, у него жена же, да, есть же? Жена же есть? Еще какая у него жена? Да, жена еще такая Навка, между прочим Жена Пескова Навка Кто это? Вы-то ведь знаете, кто такая Навка, я думаю Да Он приходит, говорит, как ее зовут? Татьяна Татьяна Простите, Татьяна, Навка, я вас не знаю Кто вы? Приходит домой человек Снимает галстук Так вот, стаскивает ботинки Тяжело такое Слезет Татьяна, Татьяна Налей рюмочку Врал сегодня опять Целый день в телевизоре разговаривал Налей рюмочку Сейчас все расскажу Про чиновников хорошо он сказал Он говорил о том, что градус ненависти к чиновникам В нашей стране просто невероятен Невероятно высок Если есть чиновники, которым наплевать на людей Нужно их критиковать? Нужно Но под каток общественной критики попадают все И хорошие, и плохие У нас в стране вообще принято травить чиновников В обществе отношение к госслужащим такое Что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник Но опять-таки Ну вот смотри, как получается Но вот в большинстве своем Позитивного про чиновников Мало кто может сказать Они есть, безусловно, есть люди Которые действительно на своем месте Выполняют свою работу Грамотно, правильно И для людей И я тебе, кстати, даже скажу Большинство Просто хайп, он обычно создается Вокруг вот этих чиновников Которые лажают Ну это вот та самая ложка дегтя Которая портит всю общую картину Когда начинают разбираться В каких-то коррупционных скандалах Всплывают Десятки миллиардов долларов Рублей, йен, тугриков и так далее И все это всплывает у какого-нибудь Заместителя Департамента Чего-нибудь там Ну понятно Ну смотри, тут же опять мы говорим Про этот пресловутый хайп Потому что все, в том числе Журналисты, блогеры и прочие Распространители информации Они гонятся за хайпом Им важно, да, грязнушечка Покопаться в чужом грязном бельнишке Им интересны коррупция Растрата Когда чиновник где-то кого-то там Ну некорректно выразился А когда человек делает свою работу Ежедневно и качественно Это, простите меня, скучно Поэтому об этом никто рассказывать не будет Что вот этот чиновник Благодаря ему Вот эти люди получили квартиру Ну с другой стороны Вот здесь построили детский садик, допустим Благодаря этому Появилась детская площадка Об этом никто не расскажет Потому что это скучно А мы рассказываем А мы рассказываем Ну с другой стороны Представь, что вот сейчас Все такие, все блогеры, журналисты Распространители информации Говорят такие Все, мы осознали свою ошибку И больше рассказывать про это не будем Тогда у чиновников Любого ранга Не останется Хоть какого-то мотиватора К тому, чтобы двигаться дальше И вести себя прилично Нет, 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 нет Я не про то, что знаешь Перестать клеймить позором Тем, кто этот позор творит Но какой-то баланс должен быть Если мы говорим Про плохие какие-то истории То давайте хорошее Это тоже поднимать Да Вот, я заспределяюсь Согласен с вами, Давида Маркович И согласен Вот, хотя, как сказал Журналист, которого я люблю Почитаю и практически преклоняюсь Перед ним Обращик обращиков Это Леонид Портвенов Что вообще Журналистика должна власть ругать Для того, чтобы хвалить власть У власти есть люди Которые сидят на зарплате Пресс-секретари Та-дам Вообще, на прошлой неделе Самым популярным был не Песков А обычное куриное яйцо Да, я слышал Замечательную историю И, по-моему, об этом Только самые-самые-самые Захудалые СМИ не сказали Да-да Потому что, ну Чистит какой-то дикий феномен Вот в Инстаграме у меня даже Есть этот аккаунт Сейчас я его найду Одна публикация Одна единственная Вот он, этот аккаунт Вот здесь выведем Одна единственная публикация Тут просто яйцо На сегодняшний момент Я не знаю, сколько будет лайков К моменту выхода передачи Но на данный момент 47 миллионов 216 тысяч 448 лайков У обычного яичка Хотела сказать яйца Яйца Да Вот И 7,5 миллионов подписчиков Это почти как у Бузовой Скоро яйцо переплюнет По популярности Бузову Вот ты понимаешь, что происходит В современном мире Не понимаю Люди Люди настолько закопались в интернете Настолько для них важны вот эти все лайки Подписки Люди подписались на аккаунт в Инстаграме Не на артиста, который ездит по меру Не на спортсмена Там какой-нибудь национальной сборной Нет Люди подписались на человека, который выложил На яйцо они подписались Ну да, просто подписались на аккаунт, в котором Одна публикация И все 7 миллионов человек И, кстати, вот Мне кажется, что это такой тонкий стек Потому что этот аккаунт с яйцом Немногим отличается от аккаунтов Очень большого количества блогеров Ну да Которые по большому счету Они пусты Красивые фотки И бессмысленные тексты Ну да Есть хорошие блогеры Которых интересно читать У которых информация Размышления Какие-то советы Есть Но, видимо, их хорошая жизнь Привлекает многих любителей Вот так вот Ну, не тяжелого труда, скажем И вот начинаются Пустые аккаунты Похожие один на другой С текстами, которые качуют Из одного аккаунта в другой И набирают лайки Продолжая тему яйца Коробочки по 9 яиц появились в нашей стране Это такой хитрый маркет Это просто феерия Просто бесконечно Люди Сейчас мы к этому верим Дорогие друзья Кто не знает Решили Все знают Что перед Новым годом За десяток яиц Цена взлетела практически В полтора раза В полтора-два раза Да, в полтора-два раза Все решили подзаработать денег Перед Новым годом Потому что люди покупают Удут в магазин и так далее Цена взлетела невероятно Все просто в шоке Когда приходят в магазин И тут гениальная мысль Давайте уменьшать цену Девяток яиц Да, ну будем продавать Девять яиц Вдущ И в магазине появились упаковки По девять яиц Серьезно И мы не шутим А вот можно глянуть Опять-таки на наш маленький экранчик Там эту упаковку Сфоткана прям Девять яиц, друзья Кирилл, ну мне кажется Это вообще гениально Вот гениально Потому что люди часто не вникают Опять-таки О, дешевле Хватит Потребительский рефлекс Хватать, хватать, хватать Потом уже разбираться Почему вещь дешевле Да Ну и кстати Как маркетологи Потом объяснили Они говорят Что коробка С девятью яичками Простите, яйцами Выглядит намного эстетичнее Чем вот Я тебе тоже могу Любую базу подвести Под девять яиц Ну, конечно Кстати говоря Сразу же отреагировал Один из руководителей Одной из областей Точнее Челябинской Он сказал, что Ребята, на Урале Там, где настоящие мужики Живут Вот те самые На Урале Никаких девяти яиц не будет Будет десять А то и двенадцать А это вот здорово Молодец Вот красавчик просто А по-другому Допустим, отреагировали Поставщики бензина Он же тоже дорожает У людей шок от ценника И они предлагают В общем-то А давайте писать цену За пол-литра Двадцать пять рубликов И едешь Ты представляешь, что тебе цена Двадцать пять рубликов За бензин Это как не Знаете, не показывать цену За валюту Убрать Да-да-да С улицы Экраны с валютами А тебе как выгоднее? Лучше пускай будет Сладкая ложь Или горькая правда? Пускай лучше полтос будет стоять На заправке Или двадцать пять За пол-литра Ты знаешь, у меня очень плохо С математикой Я гуманитарий до мозга косею Пятьдесят пополам Двадцать пять Поэтому, ну, мне удобнее Цена за литр И цена за десять яиц Предлагают ввести налог На выезд из страны Ну а что, собрались выехать? В Беларусь, например? Платить, платить Да неважно, куда Наслаждайся Россией Здесь много прекрасных мест Шестая часть земли С названием Гордом Русь Можно даже потеряться Да легко В общем, пятьсот рублей Предлагают платить За выезд из страны Серьезно? Ты сейчас серьезно говоришь О том, что Итак, теперь представляем Все стоят в Домодедово На выезд из страны Все летят в Турцию На последние деньги Но алл инклюзив Ребята, ребят Есть ход пятьсот рублей Мне бы вылететь из страны Давай справедливости ради скажу Что это пока не законопроект Это инициатива Некой организации По продвижению Бизнес-патриотизма Аванти Но учитывая, знаешь Активность нашей Государственной думы Я не удивлюсь Если скоро эта история Станет законопроектов Налог, кстати, брать Не только с Россия Но и с иностранцев Ты въехал А чтобы выехать Денежки платили Дорогая, дорогая Вы вышли мне 20 долларов Из страны выехать не могу Кстати, знаешь Написала тут газета Русская Швейцария Что с чемпионата мира Не вернулась По меньшей мере 80 швейцарских футбольных Болеец 500 рублей Налога еще нет А они все равно Решили остаться здесь Потому что Россия матушка Она прекрасна Кирилл, прекрасна Но ты помнишь Мы говорили с тобой Летом иностранцы Были в таком приятном шоке От нашей страны Потому что их же пугали Медведями И безумными пьяными Да, кокошники Медведи Оливье Баля-ляйка В принципе, достаточно Неплохой сервис И отзывчивых Русских людей Которые Ну вот хлебосольные Мы все Поэтому вот решили Эти 80 швейцарских Болельщиков Никуда не уезжать И разыскивают их Они прячутся В сибирских лесах Отменили бесплатные обеды Для многодетных обеды для многодетных семей Для детей из многодетных семей Чем мотивировали? Опять это 232-е постановление Что муниципалитет не может финансировать Вот эти некоторые социальные вещи Ну как нас заверили в департаменте образования Вопрос сейчас решается И к новому учебному году Постараются Постараются Очень аккуратно Да, подчеркивают слово Мы постараемся Решить этот вопрос И вернуть Бесплатные школьные обеды Для многодетных Посмотрим, что из этого выйдет Но хотя мне Знаешь, Кирилл Я так как человек приезжий Для меня вот все эти бесплатные истории Они Немножечко шокируют Но мы платим за детей в детских садах Например За их питание Почему не должны платить в школах Причем в общем достаточно Ну не прям вот конечно много Две с небольшим тысячи получается Да нет 70 рублей один обед стоит Не, я имею в виду за детей в садике Две что-то там тысячи рублей Ну а в школе порядка полутора тысяч За горячие обеды При том, что горячие завтраки Да, остались бесплатными Ну серьезно Полторы тысячи рублей Я к тому, что Нет, конечно Форма социальной поддержки Типа горячий завтрак для многодетных Это наверное правильно Подожди Мы говорим про многодетных Мы не говорим про малообеспеченных Не говорим Согласен Да, да Это неплохая форма социальной поддержки Потому что ситуация может быть разной Даже не потому, что они Бедные и несчастные А потому что Может развеется ситуация так Что мама с папой работают Да А покормить некому ребенка А вот здесь он в школе Вроде как бы накормлен И вроде бы как бы и бюджет не пострадал И ребенок под присмотром Вот вроде бы как бы нормально А тут получилось, что ребенок не обедает Надо идти домой Дома что-то надо готовить Ну в общем такая вот Придется менять что-то в своей жизни Я вот к чему людям-то Вообще, я думаю Давай поинтересуемся у людей За что в школе нужно платить А какие услуги должны быть бесплатными Согласен Потому что у меня весьма неоднозначное Ко всему это отношение Какие услуги в школе должны быть бесплатные А за что должны платить родители Наверное, беды бесплатные Возможно, какие-то так же Карандаши, ластики, цитратки Можно выдавать в школе Завтраки и обеды должны быть бесплатные Потому что не все могут это и оплачивать Ну бесплатные мне кажется Нужно снять уже еду Потому что некоторые родители Просто не могут позволить себе А платные, репетиторство, по идее Это дополнительный труд педагогов Чем-то нет Завтраки должны остаться бесплатными Но обеды, я считаю, как сейчас Так должно остаться А за что платить родителям? Ну может быть за какой-то орган Зачем? Это же государство Государственные школы Государственное образование Должно платить государство за это все Платными должны быть Ну я думаю, дополнительные занятия Иностранные языки Ну вообще любые там Профессиональные, как говорится Или точные науки какие-то Вот где Преподают так на профессиональном уровне Дети это наше будущее Поэтому, соответственно Я думаю, государство должно в это вкладываться Раньше все было бесплатно И дети были заняты И родители не должны ни за что платить Потому что мы платим налоги Я считаю И этого достаточно Чтобы дети учились в наших школах И питались И образовывались Бесплатно А к нашему соседскому Wi-Fi В очередной раз Подсоединяется наш гость Наш генеральный директор Петр Смирнов Петя, привет Привет Какой сегодня пароль? Ну ты же знаешь Ты тут работаешь Да, давай уже вот без этих штук Просто введи пароль Применяется, вы понимаете? Да, там есть один номер телефона Два раза, я вспомнил Да, вот давай Мочи Сейчас на память, на память На самом деле Петр Павлович Красавчик Не случайно мы тебя в очередной раз пригласили В нашу студию Интересная история случилась с тобой Неделю назад Расскажи нам Друзья Краткая предыстория Вы уже знаете, что мошенники в нашей стране Существуют Существуют И они крадут все Деньги, коляски, квартиры, дома Но оказывается Да Они еще крадут телефонные номера Так вот у Петра Павловича Неделю назад брали номер телефона Расскажи Никогда бы не поверил в эту историю Если бы она не произошла Прямо вот лично со мной Вот казалось бы Что может быть проще Ну да, телефон, да Там и какой-то номер телефона Который ты в свое время пришел В ларек Купил Показал паспорт Записали твои паспортные данные И все Он твой И к нему у тебя привязано Что? Что может быть привязано? Банковская карта Вперед Мобильный банк Какая-нибудь еще штука Электронные почты Всякие социальные сети Мессенджеры Всякие ватсапы Вайберы и прочее Все Оказывается, ты можешь всего это решиться Потому что, ну Кто-то решил украсть Кто-то, да, решил Как? Вообще расскажи Потому что Потому что Люди, которые слышат Украли номер телефона Они говорят Э, смысл? Я вообще пытался Пытался объяснить Что у тебя случилось Я говорю Я не знаю Что у тебя украли? Телефон? Нет Аппарат остался у меня У тебя там Деньги украли? Нет Вроде нет Вроде никто ничего не списал В полицию пошел, да? Ну да, там В полиции тяжело Пришлось объяснять Что же действительно Это у меня произошло По сути, я придумал Такую историю Его не украли Его угнали То есть Сотрудник оператора Поменял паспортные данные В базе От меня Как физлица На другое физлицо Но это же уже мошенничество Получилось Сейчас подробненько По поводу юридической стороны Этого вопроса А дальше пришел Этот самый человек С своим паспортом В любое отделение Того оператора И получил новую сим-карту А мне на телефон Пришла только одна смс Что ваша заявка На замену сим-карты Получена Если это не вы Позвоните по номеру Та комната Я, к сожалению Полчаса потерял времени Прежде чем увидел эту смс Начинаю Начинал Начал было звонить По короткому номеру Оператора А все У меня уже сети нет Ну то есть Моя симка заблокирована Это просто нет Кусок пластика Да Это кусок пластика Выкини его нафиг Он тебе не нужен больше Потому что номер У тебя тоже нет 15 лет Телефонному номеру Которым я пользовался Пришел каюк Именно поэтому Вы сейчас не можете Дозвониться До Петра Павловича Не серчайте Да, мы в конце программы Вот здесь выведем Его новости Чтобы мы его угнали Но на самом деле Казалось бы Зачем и кому это надо Во-первых, понятно Что информационно Человек живет Ну сейчас В неком Киберпространстве Назовем его так И действительно Много-много-много Всяких сервисов Начиная с банкинга Заканчивая общением Привязано к номеру Телефона Ну или как минимум К аппарату И к нему И по номеру Человек можно идентифицировать Что произошло Ради чего все это делалось На самом деле Даже интересно Деньги хоть украли Или что? Нет, в том-то и дело Что Вот мне это не коснулось Ни банковской системы Да, потому что Чтобы Ну с точки зрения банка Там еще нужна карточка Сама по себе Ну или данные на карту Ее вроде как бы Она у меня Никто у меня не украл Слава богу Вот Ломали Мессенджер Телеграм То есть была прям Целенаправленная попытка Входа в мой аккаунт Мессенджера Телеграм То есть Ни для чего более Я как бы пока не нашел Хотят попасть в мой аккаунт Зачем? Что хотят там увидеть? Может быть переписку С кем-то хотят там найти Или какие-то доказательства Сколько всего Нету? Да Там вообще Вот Нечего там делать Там неинтересно Я кстати пожалуй погляжу Писал ли Я о чем с ним переписывал Да, да О чем с ним переписывал Даже не рассказывай Посмотрим сейчас Подожди Нет, переписывался Наверное Я не знаю Может быть в телеге Я не знаю Мы с тобой переписывались Тут он был недавно Нет О, все У меня ничего с ним нет Один минус Большой минус То, что В руках злоумышленника Вот все-таки Ну Эта симка Она была Они ее По сути Активировали В каком-то из телефонов И меня выкинуло Из мессенджеров Вайбер и ватсап Кстати, была забавная история Мы сидим в одном кабинете И мне в это время Приходят сообщения На ватсап Это забавно И что ты писал? Так, понимаешь Пишу Про По сути Дискредитирующие меня Сообщения С точки зрения того Кто их пишет Некую Пытаются найти Причастность меня К одному из телеграм-каналов Политических Городских Под названием Радаринформ И такая переписка Я знаю уже пятерых человек К которым Примерно одинаковые сообщения Примерно одинакового характера И По сути Ну, видимо Ищут какие-то доказательства Моей причастности К этому телеграм-каналу К сожалению Не шуточные страсти Кипят в сорове Друзья Казалось бы Из-за такой вот Ну Глупости С моей точки зрения Нарушать 272 Статью Уголовного кодекса Это модификация Персональных данных С использованием Служебного положения Я буду пальцем просто делать Чтобы обождение было Да В конечном итоге Понятно В составе организованной группы Понимаешь Кто-то заморочился Сколько им грозит? Да там на самом деле Санкция небольшая Но сама по себе Статья существует Сейчас я написал заявление В полицию Вот Они сейчас будут проводить проверку По всем фактам указанных В заявлении И запрашивать какие-то данные У оператора Смотреть где и когда Эта симка была активирована Кто-то заморочился Всю эту историю Придумал Осуществил Да Несколько человек Во всем этом замешано Город узнал Что можно красить Телефонные номера Чем все закончилось? Пока ничем Пока написано заявление Ведется расследование Можно я Можно Знаете Журналистская мечта Связываете ли вы Эту ситуацию Со своей политической деятельностью? Обязательно Всегда мечтал Это сделать Друзья Сложилось Честно говоря Конечно Это однозначно Это попытка Дискредитирует меня Дискредитирует кого-то Еще из моего окружения Возможно даже партию Ну да Может быть Не знаю Вот Та переписка Которую мне показали Те люди Которыми я Якобы я Условно говоря Писал Ну она Явно свидетельствует о том Что эти люди Они пытаются Дискредитирует меня И Как бы Мою политическую деятельность Вот так Кстати Вот опять-таки Я готовилась к этой программе И читала интервью С Песковым И выписала Его Цитатку Про телеграмм Очень мне понравилось И мне кажется Эта цитата Она Так вот В полной мере Характеризует Город Саров Я Извиняюсь Сам по себе Телеграмм Интересное явление Там очень много Познавательных каналов Исторических Лингвистических Экономических Что касается Политических каналов Я бы сказал Что их Подавляющее большинство Это Политологическая Чернуха Причем Чернуха заказная С большим количеством Фейков И глупостей И все это Используется Как инструмент Манипуляции Бюрократами И журналистами Потому что Кроме них Мало кто читает Подобные телеграмм Каналы Некоторые чиновники Особенно в регионах И особенно Видимо в нашем городе Склонны относиться К тому Что там написано Очень гипертрофировано Мы им даем Простой ответ Удалите из телефона И живите спокойно Многие так и поступают Потому что Ну Действительно В этих словах Много Много истины И много мудрости Телеграмм канал Непонятно Кто за ним стоит Непроверенные новости Непроверенные факты И относиться к ним Как-то Чересчур серьезно Как это происходит В нашем городе Ну смешно Ребят Правда смешно На это вот Возвращаясь К тому нашему Давнему разговору Кибербуллингу Помните В одной из передач Мы с вами обсуждали Когда любой человек Может быть подвержен Там условно говоря Обструкции Со стороны анонимных Совершенно авторов Со совершенно анонимных Каких-то Источников Которые будут Подожди пожалуйста Кибербуллинг Интернет Травля Обструкция Обструкция Травля Травля Да То есть Извините Я сложно говорю Да Я перевожу Могу еще Сосурдоперевозом Сосурдоперев А как ты покажешь Травлю На пальцах Мальчик жестами Объяснил Что его зовут Хуан Надеюсь Это останется Примонтажки Продолжаем разговор Да Поэтому От этой истории Как раз Из той же серии Когда Ну Некий элемент Травли Попытаться Воздействовать На меня На любого Другого человека Да Попыткой Его выбить Из колеи И так далее Поэтому Ну тут Единственное Чего Не поддаваться Панике Идти в полицию Дум Чудо Ну действительно Эта серия Это история Про входительных органов Не моя А о чем Собственно Вся эта история Никто не защищен И жертвой Такой ситуации Может стать любой Поэтому Внимательно Относитесь К своим Мессенджерам Ставьте туда Какие-то Сложные пароли К персональным данным Нужно тоже Внимательно Относиться Фьючер знал Друзья Прям фьючер знал Мошенники Мошенники Развиваются И Да Вот тут Собственно Речь идет о мессенджерах Но действительно Получив Ваш номер телефона Можно получить Вместе с этим Доступ К банковским счетам К кредитным картам И тому прочему Банальная вещь То есть Ты можешь Сбербанк онлайн Провести там 8 тысяч Минимум Просто отправив СМС Да И это Не составляет Больших проблем На карту Привязанную К номеру телефона Другого То есть Достаточно Знать номер телефона Опять же Этот номер телефона Может быть зарегистрирован Какого угодно Там Физлицо Получается такт И раз И 8 тысяч Перевел Кому-то там Сам С своего телефона Будьте бдительны В случае Если Как-то Подозрительно Ведет ваш телефон Не находится сеть Или еще что-то Идите к оператору Блокируйте симку Здесь Что называется Лучше перебдеть Чем не добдеть И сразу в полицию Если что Российским военнослужащим Хотят запретить Пользоваться Софсетями Пять лет После выхода В запас В одной из популярных Сетей фастфуда Внезапно уменьшили Вторую котлету В бургерах Объяснив это Новой рецептурой Ценник Между прочим При этом Остался прежним А на почте России Помимо шерстяных носков Подсолнечного масла Консервов И макарон Начали продавать Небезызвестный Пенный напиток Пресс-секретарь Компании Даниил Скидан В эфире радиостанции Говорит Москва Заявил Что основной упор Сделано Сельские отделения Почтовой связи Которые предоставляют Населению доступ К качественной Сертифицированной Алкогольной продукции Это важно Так как ежегодно Более 1200 человек По данным Роспотребнадзора Становятся жертвами Некачественного алкоголя И его суррогатов Я тебе дам Тему Абстрактную тему Тебе надо будет На эту тему Накидать Слова На любую букву Которая к этой теме Подходит А потом ты мне Наоборот Даешь тему Абстрактную И я на нее Накидываю Тебе достается Понятие Военная смекалка Прапорщик Значит Мачта Мачта Да Почему-то Мачта Значит Что еще Что еще Театр боевых действий Я не знаю Там Стрельба Патроны Два Ну стрельба Да Тактика Выживание Партизаны Хватит Еще А остальное время Мы потанцуем Не-не Подожди Там еще 5 секунд 5 секунд Ну давай И победа И победа И победа И победа Один я успел А победа Ладно Окей Итак Получилось у него Правильно 8 слов Давай Поехали Нормотворчество Как это Нормотворчество А что Ладно Погнали Заседание Повестка Ручка Бумага Пункты Значит Депутаты Комиссия Значит Что туда еще Проектор с экраном Туда Туда же Герб Который висит Там же Чиновники Я выиграл Коля У нас Петр Павлович Похвастался Новым телефоном Давай На его телефончик Целую пуху Бахать будем Как раз Телеграм Посмотрим Ну а на этом все Увидимся с вами Ровно через неделю Пока-пока Всем счастливо Счастливо оставаться